в гостях у меня второе вторая часть ирина кормилицына сайта цветочные мечты блогер ирина кормилицына она решила видите как я всегда перевожу что говорят люди она проверяет не просто так она делает я у нее покупала в этом году обалденно красивые рисы высокие бородатые высокие бородатые у меня их тут сколько штук я уже забыла 9 по моему да и один я подарила цвету ли который был низкий потому что он это да что у нее все мелкое в саду я и дарила вот такой вот низенький да были комментарии много рядом не будет выкапываются да мне многие писали о том что я все сделал неправильно я ирины звонила вот видите вот эта сторона идет на юг почему я хочу сказать что правильно потому что у ирисы почки закладываются цветочные вот с этих сторон поэтому если их посадить допустим на другую сторону перевернуть вот тогда пока они не перекрутятся они не зацветут поэтому посажены правильно представляете еще перекручиваются даже пока они вот не перекрутятся и вот если в принципе лили здесь не будет то они здесь будут нормально во первых здесь видишь камешки и они ну как приподняты приподняты это сейчас еще они как бы ну вот смотри здесь они совершенно не глубоко видишь где они прижились видишь они пошли вот как бы уже в рост вот я их глубоко не сажаю сейчас они посажены правильно правильно да но если конечно здесь будут лили они уже ну вот отсюда уберутся видишь я их выкапываю гортензии понимаешь когда цветут ирисы гортензии они еще в зачатках они еще вообще не дают массы там только почки буквально это же июньский цветок так в принципе нет пойдем дальше вот тут тут вот что-то наступили но он жив кто-то кто-то уже а может собака вот тут видите он даже название сохранились и вот это такой серо-белый очень красивый сорт это когда в америке заказывали кстати вот этот сорт его положили мне когда еще в подарок но ты знаешь я бы его вот приподняла нет он вот смотри он прямо на поверхности я просто боюсь что иначе ветром сдует или еще чего не сдует он уже корни да а вот это вот это что да трава трава что трава у нас растет ну еще вот они все рядом он они загорают ну как бы я сказала что посадка правильная если здесь же много растений да и ирисы они цветут в начале июня да а потом смотри ирис да и товарищ камнеломка вот как этот посмотри как искусственный как крокодильчик ирис зацветет в июне еще будут маленькие где-то вот такие все равно это уберем да это вот рядом все вот эти уберут звезда гомера это темный крупный у него цветок а на следующий год они зацветут вообще должны должны да то есть розетки такие ничего нет вот эти вот размер они уже зацветают но опять-таки какая зима будет не подмокнут ли они ира а надо мне на зиму мульчировать перегноем ну есть у меня я и говорю то есть я могу замульчировать а потом снять весной чтобы но мы тоже делаем потому что мы же не на юге живем вот я и думаю какой это восток северо северо-восток ленинградской области вот обязательно мы тоже закроем сейчас рано еще тепло так часто рано это в октябре я начинаю делать лучше замульчировать просто я мульчирую здесь все если нет только перегноем только перегноем вот так подсыпаешь смотри вот так где-то перегной ну так покажи нам всем ну вот как-то я не надо да можешь можешь помой ну вот допустим перегной вот так засыпается вот вот эти вот листочки можно обрезать вот так вот засыпаешь до перегноем весна приходит ну вот так разгребая разгребаешь чтобы вот это вот была наверху чтобы она грела солнышко а так в принципе вот так мульчируется здесь посадка хорошая особенно вот это вообще кто а здесь ой это белый с таймой с голубой ну вот очень красивый вот так так что посадила лили немножко по убрать то нормально а сейчас мне в подарок привезли не только лилии сейчас мне привезли красивые тюльпаны вам покажу потом в обзоре тут хочется у меня чуть-чуть осталось чеснока и тюльпанчик а еще же чеснок такими красивыми названия антошка и кавалер осталось немножко если кто-то захочет может заказать и тюльпаны красивые тюльпанов мало осталось но мало ли кто будет заказ может быть все красивые эти крупные да он что химию будет заказывать заодно это же очень потому что еще в принципе можно посадить и луковицы очень хорошего качества я уже говорила на своем канале что я сама выбираю посадочный материал не то что вот я там заказал онлайн мне я только сама отбираю то есть вот я прошу дайте мне самой выбрать я смотрю эти луковицы и тогда уже ну понятно получается что мы качественный материал да если будешь обзор делать можешь в принципе тоже показать что я не обманываю одинаковый посадочный материал хороший и фирмы хорошие которые совпадают вот эти вот расцветки ну вот да еще там гиацинтиков чуть-чуть осталось но буквально вот потому что уже все разобрали кто видел мой посадочный материал привет привет питера моим клиентам постоянно даже писали кто же получил просто обалденный посадочный материал вот я думаю что они тоже молодец рекламируй себя по рекламируй себе ну вот хоть увидели дату ирину на канале то мы не видим ну раз теперь тебя видели все показывай удобрение перед собой мы будем на тебя любоваться и на удобрение а то за кадром только слышен голос нет давай теперь мы хотим на тебя смотреть ну в общем ира все правильно посажены я думаю что они будут здесь вести я говорю только вот лилии меня смущают которые очень близко ну да ну потому что видишь у меня такой тенденция ты такая вечно цветущий здесь как почему посадила сюда ноги писали вот видите они как видно потому что здесь в июне месяце не получается ни одного цветочного пятна в июне в июне отцветают тюльпаны и нарциссы которые вот здесь они везде они везде вот смотри новые палочки стоят видишь то есть здесь не хватает тюльпана да вот сейчас твои сюда перейдут где палочки он кстати поздний сразу имею ввиду так а белый белый по моему белый махром вот и сюда точно поздний где палочки стоят значит здесь будут тюльпаны ну где-то здесь нарциссы отцветают а потом пока пионы то с той стороны они набирают они только в июле у меня это эти вот более таки средне поздние тюльпаны и мне хотелось чтобы здесь какое-то было цветовое пятно поэтому вот это вот кто слушает змея настоящий нет конечно нет конечно это уже трепало сашка трепало уже тут вовсю она ничего у нас не боится а здесь это специально создана для именно таких маленьких ну да такой мини рокари не да не невысокий даже вот папоротник этот вишен это маленький все здесь такое маленькая ползучие ирисы сюда конечно не к месту не к месту да а вот эти там еще вижу да есть здесь ирисы у меня растут но эти ирисы мои как сказать бабушкины дедушкины как они называются не сортовые но очень красивые я их называю шоколадными такие коричневые большие они высокие пахнут шоколадом ну мне так кажется поэтому их держу вот они уже здесь такими куртинами что я делю раздаю вот и там два ириса посмотри какие большие вот пусты там желтые желтые это да вот этот уже я начала миксбордер обрабатывать а там еще у меня не ступала рука поэтому в принципе есть ножницы покажем как обрезать да есть ну а теперь совет от мастера потому что у ирина огромная коллекция ирисов вот смотрите сейчас она покажет как правильно обрезать да да как подготовить и как да ну давай как через ну и так ирина показывает нам мастер-класс покажи ирисы к зиме многие спрашивают да вот сейчас для вот в таком виде допустим ну естественно этот трава убрать потому что нам не нужна лишняя да 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 и вычистим вычистим да вот допустим у вас ну как посадочный материал деленка ну вот так как я лично сделаю видно да видно вот так обрезаем их ирисы вот так чтобы оставался ну можно чуть покороче но нежелательно потому что все-таки вот эта листва она должна остаться вот и мульчируем перегноем желательно накрывать если это не совсем северный регион да где вообще там мороза до минус 40 не нужно у кого северный регион то я рекомендую накрывать латросилом который вот для роз шестерка что ли ну да шестидесятка до 60 десятка то все-таки конечно желательно укрыть но вот все ирисы вот их вот так вот обрезаем все вычищаем тут ненужное вычищаем это вот тут всю траву выпало все отсюда снять я еще только начинаю этот процесс как только будет холодать и ну в московском регионе регионе у нас мы вот начинаем мульчировать в ну знаешь где-то в конце октября в ноябре ну правильно мы чуть-чуть пораньше сейчас на следующей неделе вообще 21 градус это рано они еще приют да те которые даже у тебя посажены да вот здесь вот выросли мне кажется еще вот у нас чернова даже обрезать но не еще раз ну ясно то есть не хочется работу делать лишний ну да а так в принципе вот так вы обрезаете его такие у вас они вот и остаются такие уходят такие они уходят в зимовку все весна наступает все это отгребаете очищаете и они у вас идут то есть мульчу весной отгребем снова рядом пусть будет все это напитает рядом никаких ну еще дорогие друзья ирина ко мне приехала не с пустыми руками а с подарками никаких денег не взяла именно как подарки и специально даже для меня сказала везла вот потому что у меня нет вот этого цветка руну он кулис он называется красивый буду изучать вот тут 10 штук даже не знаю на горку посадите или куда вот почитаю производителя нидерланды вместо посадки солнечно защищенный от сквозняков маленький у рунунклиса луковицы вот такая красота такими розочками он цветет и цвет-то солнечный вот такие пять штук тюльпанов крупные такие увесистые вот такие так тоже это из нидерландов и зеленоцветковый тюльпан тоже пять штук это вот мне надо будет сажать вместе с моими тюльпанами еще не привезла какое-то удобрение очень хорошее ну плантофол посмотрели мы так что так с формула 16 11 24 что тут все по иностранному написано удобрение вот с этой форме формула плантофол для цветов теперь суспензия хлореллы постараюсь опять вот смотрю там видите как в осадок вышло может быть ее смогу все таки я размножить никак мне не получается ну нет так значит как раз мы сейчас необходимо будет по листу дать подкормку моей пету не ту которую я выращиваю с черенков вот теперь заказала в это я просила и тут меньше заказала ну конечно как в подарок сделала строби я обожаю этот фунгицид применяю его везде но здесь мне еще надо поделиться будет с одной девушкой вот читайте кому интересно кто спрашивает меня состав в общем особенно плодовые деревья строби это очень хорошо мне помогает теперь 258 тоже пробовала его в этом году с хорошо зарекомендовал на от многих вредителей от клещей в той же степени ведь какой такой вот фиолетовый фиолетовая жидкость очень сильный препарат мне очень понравился ну и мои любимые вот такой вот канамайт и кармаито это японцы которые великолепно справились с клещом на клубнике фуфу даже у меня и следов не осталось акарицидные препараты и тот и другой поэтому очень хорошо все меня всегда спрашивают когда я рассказываю что после укоренения или перевалки растений или приобретение новых и посадки я пользуюсь ради фармом корнеобразователем вот в этот раз таких бутылочках бывает в пакетиках и работа мне привезла вот тут я заказываю конкретно у иры и еще привезла вот этот что-то новое совсем quick link тоже такой же оптимальный корне стимулятор но кто смотрел первое видео наш разговор по душам вот ира говорила о том что одной обработки вот этим препаратом хватает для того чтобы образовались корни вот сейчас буду пробовать и такой один из новых препаратов скуда на основе меди это фунгицид который для лечебных в общем и что он тут пишет уникально контактно системный продукт вот это сами еще вот такой смотрите посадочный материал чеснока вот чеснок антошка премиум сиц вот сайт даже написать вот такой антошка крупный белый чеснок и вот такие три головки чеснок с названием кавалер симпатичное название тоже крупнющий чеснок для того чтобы я развела эти два новых сортов вот такие еще у меня подарки это так приятно обалдеть это сейчас все разберу все положу свою коллекцию эти суда вы положу скоро сделаю вам видео о том что меняется у меня тут светелки потихонечку навожу порядок и жду когда будет совсем плохая погода быстро быстро здесь наведу порядок потому что на огород не побежишь тогда придется здесь наводить а пока так у рыбками и еще друзья не показала вам забыла ну надо вот стала сама пользоваться думу как же людям то не показала у иры есть вот такой комплект ложечек я думаю что нужны всем садоводам на ложках написано сколько они грамм вот тут сейчас скажу вам сколько один мили миллилитр вот эта ложечка ну и так далее здесь два с половиной вот на рыженькой и дальше посмотрите как это удобно потому что если нет весов как я например люблю на глаз а потом переживаю что сожгла свои растения но во первых они очень яркие приятно любому садоводу брать в руки во вторых я думаю что весьма актуальная покупка еще друзья мои не показала вам что что сам это главное можно сказать привезла мне ирина а привезла на мне вот такой огромный мешок а смокота стандарт с формулой 15 9 12 плюс магний плюс железо 5-6 месяцев которые вот я пользуюсь которым вот такой я заказала мешок 25 килограмм вот но это мы приобрели в складчину все подружки девчонки знакомые приятельницы все вместе мы заказали и быстро быстро все это разошлось можно сказать что и мало даже нам хоть второй мешок заказывать но все равно это кто-то должен быть организатором чтобы это все быстренько так сказать провернуть ну и вот еще себе взяла мне сейчас будет уже нужен осмокот положу его тем растениям которые не будут зимовать все об этом расскажу и покажу вот много вопросов где купить осмокот да здесь же все купить в одном месте и удобрения различные удобрения современные удобрения и средства защиты от вредителей средства защиты от болезней всякие стимуляторы ну и так далее и тому подобное все есть у ирины ну а я ирина говорю спасибо желаю ей удачи на ее нелегком поприще то есть на сайте цветочные мечты и как блогеру на канале ирина кормили цена напоминаю вам кому интересно посмотрите первое видео о нашей встрече и видел уже что на канале ирина вышло три видео про наш город про святые наши места кому интересно тоже зайдите к ирины и посмотрите мне самой даже интересно и раз спасибо тебе за то что ты провела такую прямо вот лекцию экскурсию я сама много не знала того что ирина в общем-то рассказала доступным языком о наших святых местах прям благодарность ей ну а вам желаю дорогие мои зрители желаю как всегда всего самого хорошего не забывайте подписываться на канал где будем знакомиться новинками и еще зимой у нас выйдет ну не знаю может быть один может быть пару роликов очень интересных совсем в другой другом виде самой мне интересно как я их буду делать такая придумка есть я думаю мы сыра ее осуществим так вот чтобы не пропустить все это нужно подписаться на канал так что ну и самое главное будьте здоровы не болейте